Все команды просто в порядке. И, ну, тяжело будет за шестерочку побороться. Блин, почему-то некоторые не любят стадион в Екатеринбурге, но я считаю, что он просто абсолютно невероятно крутой. Я думаю, 2-1 будет в пользу зенитов. Так все болельщики Урала-пессивистически настроены. Будет гореть, сейчас, так и подходим. Против, ну, и гаджет, ну, и гаджет, ну, и гаджет наш, но я думаю, что мы на первом месте. Боже, какая мимимишечка. Зюбочка. Четыре мяча в сегодня за игру. Ждем мячей. Сегодня феерия будет выливать, да? Да, надеюсь, что да. Маш, не хочется тебя расстраивать, конечно, но парни уже разделись опять. А если мы еще и выиграем все, это просто космос будет, тут весь город просто все, цепьется. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем колесить просторы российской премьер-лиги. И сегодня я в замечательном городе Екатеринбурге, столице Урала, на этом просто прекраснейшем стадионе. Я знаю, что некоторые его не любят, но очень зря. Стадион, на самом деле, крутой, классный, очень уютный. И такой немножечко прям даже стильный. Так вот, сегодня Урал, такой плотный, плотный, крепкий середняк таблицы российского чемпионата, встречается с недавним лидером «Зенит-Санкт-Петербург». Ну, то есть, в прошлый тур они, конечно же, проиграли «Локомотиву». Я на этом матче был, вы смотрели, наверное, блог. Сегодня они играют с Уралом, который тоже проиграл ЦСКА. И тем самым ЦСКА вышел на первое место. Пообщаемся с болельщиками, посмотрим, что там на игре. И, возможно, у меня будет очень один особый гость в этом блоге. Поехали. Уважаемые болельщики, добро пожаловать на матч «Урал-Зенит». Мы рады приветствовать вас на стадионе «Икти». Сегодня сложный матч, да, «Зенит». До недавнего времени лидер чемпионата, действующий чемпион. Но Урал тоже обижены, проиграли ЦСКА 0-3. Какие ожидания отыгры вообще? Я думаю, Уралу придется сегодня нелегко. «Зенит» – лидер чемпионата. В лиге чемпионов показали матч просто космический, выиграв 3-1 Бенфигу. Я думаю, Урал есть шанс, если в начале игры забьют. А так, я думаю, проиграют. Да? То есть, прям думаете, что проиграет Урал? Думаю, да. Ну, окей. А вообще, вот ощущение болеть за Урал, да? Команда, которая, в общем, в центре таблицы, в середине всегда, да? То есть, тот факт, что вы играете в премьер-лиге, наверное, это самый важный факт, да, для Урала? Я думаю, да. Что, ну, команда все равно, видно, что старается, стремится подняться выше вот этого уровня, середины. И видно, что есть старание, есть результат. Вот так. А кубок? До финала доходили все-таки неоднократно? В кубке тоже все шансы есть. Выиграли у Черноморца. Да, следующую игру, честно, не вспомню, с кем играем. Думаю, есть шансы выйти. Ну, что приоритетнее? Вот все-таки попробовать выйти... Я думаю, приоритетнее в кубки выйти. В кубки. Взять кубок? Взять кубок, потому что сейчас у нас, как играет Ростов, Краснодар, все команды просто в порядке. И, ну, тяжело будет за шестерочку побороться. Я еще во время чемпионата мира очень, очень, очень это заценил. Вот этот старый фасад, который остался на стадионе, а сверху над ним вот эта вот красота выстроенная была. Ну вот, блин, почему-то некоторые не любят стадион в Екатеринбурге, но я считаю, что он просто абсолютно невероятно крутой и очень красивый. И с такими красивыми ушами. Вот говорили, что после чемпионата мира эту трибуну уберут, но она до сих пор на месте. По сути, является выездной. Когда сюда приехал сам Петр Шмейхин, с которым я работал, он посмотрел на это, сказал, говорит, боже, да это же просто красота. А папа мой, который жил здесь и тренировался на этом стадионе, когда он еще был, естественно, вот в оригинальном изваянии, в оригинальной версии, он вообще сказал, что круто, что это оставили. А теперь как будто инопланетный корабль сел на этот стадион. Но при этом весь брелев остался. Ну круто же, ну как можно это не любить, я не понимаю. Ждем голы, ждем голы в среднем у Урала и Зенита. Когда они играют друг с другом по четыре мяча в среднем за игру, ждем мячей. То есть сегодня феерия будет голевая, да? Да, надеюсь, что да. Ну а кто победит с вашей точки зрения? У Зенита, конечно. Один-один, надеюсь, на один-один. То есть заниженное ожидание, да? Ну нет, Урал все-таки. Ну Урал хорошо играет с большими командами обычно. Спартак сколько раз шлепнул? Ну это Спартак, удобный для Урала соперник. А Зенит ни разу не выиграл уже Зенит еще. Урал не выигрывал ни разу у Зенита. Ну может быть как раз первый раз? Да, все бывает. Все раз. Может быть. Какие ожидания вообще от сезона? То есть я так понимаю, что общий настрой, что... Кубок, наверное, приоритетнее, да, чем... Кубок России. Ну да. Да, с Парфеновым, который уже выигрывал кубок с Тосно. Конечно, хочется. Но лично от меня, чтобы прошли в Еврокубке. То есть вместо шестое, пятое было бы идеально. Но уже такой отрыв, что не факт. Поэтому кубок. Европа вообще бы сильно изменила, да? Да, да. И жизнь Екатеринбурга в целом. Какой результат ожидаете? Я думаю, 2-1 будет в пользу Зенита. Что ж так все болельщики Урала-пессивистически настроены? Вы третий, кто говорит, что Урал проиграет? Ну, борьба будет, конечно, но все равно я думаю, что Зенит у них... Они в Лиге Чемпионов хорошие результаты показывают. Я думаю, ну, Урал, конечно, немножко пособие будет Зенитом. Так может быть, как раз тот факт, что играли в Лиге Чемпионов, устали... Не-не-не, нацеленный Дзюба забьет точно, однозначно, но не знаю, сколько... Ну, 2-1, я думаю. Может, ничья, но Урал нет. То есть ничья была бы хорошим результатом? Да, хорошим. Достойным был. Я понял. Ну, вы, в принципе, же обычно с большими клубами хорошо играете. Спартак сколько раз вообще побеждали? Ну, Зенит в этом году хорошо играет. И нападение, и защита... Это, конечно, сильно. Какие ожидания от сезона? Попытаться все-таки выйти выше шестого места, там, занять, может, европейские места, или все-таки кубок приоритетный? Думаю, что европейские реально под силу. То есть, как пойдет, там уже видно будет. Ну, а что приоритетнее должно быть? Чемпионат или кубок? Потому что кубок – это все-таки прямой путь в Европу. Я думаю... Ну, да, я думаю, чемпионат... Кубок все остается. Ну, вот такие они, болельщики Урала, немножко пессимистично настроены. Ну, кто-то скажет пессимистично, кто-то скажет, может быть, реалистично. Но есть одна болельщица у ФК «Урал», которая, по-моему, просто излучает позитив. Она очень красивая, она мисс ФК «Урал». Зовут ее Маша Панина. И сейчас я с ней пообщаюсь. Привет! Привет! Классная погода, скажи. Вообще офигенская! Для Урала в октябре это просто какой-то подарок. Я не знаю, это очень круто. Самое интересное, что неделю назад я ходила в пуховике. Вчера я ходила в легкой куртке. Но сегодня пальто, потому что на стадионе прохладно. Лучше приодеться, чтобы не мерзнуть. То есть, на народу будет новость? Да, да. Я думаю, будет аншлаг, потому что вчера оставались последние две тысячи билетов, и хорошая погода. Люди должны прийти. Потому что у нас футбол после чемпионата мира, знаешь, поднялся на какую-то новую такую планку, что люди выбирают провести выходные здесь. Вот здесь, вот здесь, именно на нашем стадионе. Я был, наверное, где-то год назад на Урале. С «Крылья Советов» играли. Очень такая напряженная игра была. По-моему, ничья была 1-1. Ну, не сказать, что стадион битком был. То есть, где-то так, может быть, две трети. Это потому, что «Крылья Советов», да. А сегодня «Зенит». Это популярная команда, само собой. Поэтому, не, людей будет очень много. И на самые топ-команды приходят. Прямо стадион забивается. Так что я жду аншлаг. Хорошая атмосфера будет, да? Да. Мужики раздеваются опять? Так они всегда раздеваются. Это вообще какой-то фетиш. Я не знаю, очень нравится. Не знаю, девчонки не раздеваются. Хотя, мне кажется, это было бы тоже здорово. Это было бы интересно. Ну, это было бы, да, классно. И попало бы во все какие-то хроники, во все журналы, во все газеты. Было бы крутяк. Подожди, я слышу определенную долю скепсисов в твоих словах по поводу раздевающихся мужиков. То есть, что тебе не нравится, когда мужики раздеваются на стадионе? Я понимаю, что это какая-то определенная традиция, но, как по мне, это немножко странно. Ну, я не знаю, может быть, настолько жарко, настолько огненно там, где раздеваются. То есть, именно фанатская трибуна. Ну, не знаю, я немножко это не поддерживаю. Можно быть и одетым. Потому что, знаешь, вот их продуют, они заболеют, не придут на следующий матч. Ничего, нет, так не надо делать. Надо, чтобы люди всегда приходили и были здоровыми. Может, это, наоборот, они соленые. И не простужались. Ну, может быть, да. Скажи, пожалуйста, вот вообще болеть за Урал, что это? То есть, это клуб, который, ну, в общем-то, особо ничего не выигрывает, да? То есть, он такой в середине таблицы, вроде как, да? Но при этом он же свой родной, потому что он единственный на Урале такой большой. Да, вот именно потому что он свой, он родной. Я живу здесь, я могу ходить практически каждые выходные на матчи, потому что, ну, они проводятся домашние довольно часто. Не знаю, это вот какое-то свое. И независимо от результата, проиграли, выиграли, ничья, ты все равно это любишь, ты все равно поддерживаешь. Тебе кайфовано это ходить на всю эту атмосферу, притягивать к себе друзей, знакомых. Говорят, ребят, вы что, не были на стадионе, срочно на стадион. Поэтому, не знаю, хочется, чтобы это больше и больше развивалось, чтобы люди вместо того, чтобы посидеть дома, приходили на спортивные мероприятия. Тем более у нас Урал, Автомобилист, у нас УГМК. То есть, у нас много куда можно сходить, но пока люди почему-то выбирают домоседство, выбирают поехать в торговый центр, там, не знаю, в Меге потусить, там, поесть, не знаю. Я против этого. Я за то, чтобы они сами ходили на стадион, притягивали детей, друзей и так далее, чтобы у них появилась новая форма развлечений. То есть, для меня это понятно, что больше, чем развлечения, это, ну, не знаю, это часть жизни, это веселье, это тусовка. Так что я кайфую просто от нахождения здесь. Ну, и плюсом, конечно, если команда побеждает, а если она побеждает еще каких-то крутых соперников, это, ну, это вдвойне праздник. Ну, Урал, кстати, этим славится, потому что сколько раз на «Спартаком» победу одержали. Да, 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 да. Я, причем, знаешь, последние вот встречи всегда гоняю в Москву, и всегда Урал побеждает «Спартак». Я не знаю, что это за какая-то закономерность, но мне просто уже говорят, Маш, не приезжай, не приезжай на «Спартак», потому что всегда он проигрывает. Твои «Спартаковские друзья», да? Да, да, они просто запрещают мне. Вот я была последний раз, мы выиграли 2-1, и мне прямо сказали, все, мы тебя больше не пустим. Ну, в шутку, конечно, но вот почему-то есть такая закономерность. Но сегодня как? Все-таки «Зенит» тоже довольно злой, они проиграли «Локомотивы», я был на этом матче, и «Урал» проиграл «Спартак». Знаешь, я стараюсь не верить в какую-то статистику, но мне кажется, с «Зенитом» эта статистика работает, что «Урал», скорее всего, либо будет ничья, либо проигрыш. Но я оптимист, я все равно верю в свою команду, конечно, было бы круто, чтобы мы сегодня победили, но я думаю, что «Зенит» посильнее все-таки. И он в Лиге чемпионов, тем более сейчас он победил. Может, как раз они устали от Лиги чемпионов? Ну, окей, если они устали, если они сегодня проиграют, я только порадуюсь. Сегодня хорошее настроение, сегодня хороший настрой на эту игру. И в любом случае пусть будет праздник, пусть будет веселье, пусть народ кайфует, пусть кушают шашлыки. У нас там, кстати, шашлыки есть на заднем дворе, да. Вот, получают удовольствие, подтягивают своих знакомых через соцсети, потому что сейчас это очень хорошо работает. Люди реально фоткают, что где-то были, потом такие другие смотрят, думают, о, классно, он тоже сходит. То есть это прямо сейчас работает. Скажи, пожалуйста, последний вопрос, наверное. Чего ты, в принципе, ожидаешь от сезона уральского? То есть это будет шестое место, или, может быть, все-таки там вдруг в Еврокубки попадут? Это было бы на самом деле очень важно, мне кажется, для города, для клуба, чтобы все-таки Европа сюда приехала. Мы очень ждем, что когда-нибудь мы выйдем уже на новый уровень, и я смогу ездить не только по России за своим клубом, но куда-то выезжать и чуть-чуть дальше. Я думаю, что в этом году, наверное, мы опять сделаем ставку на Кубок России, потому что у нас соперники проходимые. Вот, я думаю, что вполне реально дойти до финала, как в прошлом году. Тем более «Локомотив» уже ушел. А это была какая-то такая главная загвоздка у нас в предыдущих сезонах. Ну, а что касается турнирной таблицы премьер-лиги, я думаю, что восьмое, седьмое, ну, то есть вот в серединке, да, мы останемся и сделаем акцент на кубок. Это было бы классно, потому что я помню предыдущие два финала. Ну, это, правда, был праздник, когда просто полгорода выезжает. Там, в Сочи ездили мы и в Самару. Это очень круто, когда в другом месте ты видишь, вот, своих они здесь. Привет, привет. Ну, это, правда, классно. Это, правда, здорово. И если нам в этом году Урал подарит снова такую возможность, ну, я вообще, я просто, я буду очень счастливать. А если мы еще и выиграем, все, это просто космос будет. Тут весь город просто все, сопьется. Просто приятнейшее воспоминание. Был здесь еще, когда даже газона не было на этом стадионе. Он только-только буквально вот был готов, готовился к открытию. И тогда Шмейхель, конечно, был глубоко потрясен. И трибуны, и вообще всем этим сказал, что это мой самый любимый стадион России. А теперь здесь уже довольно давно премьер-лига российская. И сегодня игра с «Зенитом». А я, пожалуй, сейчас пообщаюсь с самим президентом клуба «Эфка Урал» Григорием Ивановым. Какие у вас ожидания от сегодняшней игры? Все-таки команду обе проиграли до этого в туре. С «Зенитом» играть всегда сложно, все-таки действующий чемпион. Действующий чемпион. Это же ни игра, ни результат нас не устроит. И будем стараться показать хорошую игру в этом матче. Григорий Викторович, вы уже очень давно руководите клубом. Вы вообще довольны тем, что сейчас с клубом происходит? Его место в таблице, его место в клубах, ожидания болельщиков. Хотелось бы, конечно, быть немного повыше и занимать на хорошее место. Высший футболист, чем мы обычно занимаем. Но как сейчас происходит, действительно, она хорошая команда, потом у нас хорошая футболистка. К сожалению, не всегда получается, что мы хотим, но, конечно, я доволен. В чем секрет вашего, в общем-то, относительного успеха? Потому что смотреть на клубы, например, там, «Балтика», да, у которых тоже стадион Чемпионата мира. Ну, Екатеринбург всегда был футбольным городом, и всегда была команда даже, и в советской, и в «Советской» больше любви команды играли. И очень долго играла в начале, когда в «Северной» играли очень долго. Так что у нас есть традиции, и мы поддерживаем эти традиции. И мы поддерживаем школу. У нас сейчас в «Балтике» молодежная команда играет. И неплохо играет. Идет две, в принципе, турниры. Урал-2 игра. Мы немного уделяем внимание своему футболисту в школе, академии. И это рано или позадать свои кладушки. Так что, если сахар выбираем, нам не надо покупать, кого-нибудь по поводу. Мы обязательно покупаем этот результат на позицию, который нам нужна. И мы не выбираем тренинг. Все, и на кайпе брать тем более качественных футболистов наших, то я думаю, что мы на первом месте. Что бы вы хотели, может быть, изменить или улучшить? Какой-то аспект, может быть, вас не устраивает? Хотелось бы, чтобы болельщики, конечно, наши приходили не только на их, чтобы в команду приходили. И болели свои команды на Урал. А что приоритетнее для вас? Чемпионат повыше забраться или все-таки кубок взять? Прямой путь Европы все-таки. Это одно и то. Разница нет. Конечно, хочется выиграть трофеи когда-то. Ну, нам, конечно, хочется трофеи выиграть. Но самое главное, чтобы не болтаться внизу, это быть вверху. У меня последний вопрос. Я знаю, что вы сейчас убегаете в раздевалку. У меня как раз про это и вопрос. Вот, насколько вы вовлечены в жизнь команды непосредственно в футбольном отношении? Ну, так, конечно, вовлечены. Это просто нечасто бывает даже в нашем футболе. Спасибо. Боже, какая мимимишечка. Зюбочка. А что футболка, а не футболочку? Было бы логично, мне кажется. Зюбочка, подари футболочку. Пожалуйста, ЧК. Тоже неплохо. Сергей Семак, подарите пиджак. А то футболок на всех не хватает. Болельщики Спартака, мне кажется, оценили бы эту шутку. Ну что, погнали. Игра началась. Давненько, давненько, давненько не брал я вроде шашек. И не сидел за воротами. Но вот благодаря ВК Урал у меня есть такая возможность сегодня. В общем, все, вот, собственно говоря, понеслось. Посмотрим, будет ли много голов, как ожидают многие болельщики. Вот это начало. Просто буквально на второй минуте. Просто чуть сетку не порвал Бронислав Иванович своим ударом. Наверное, не совсем то, конечно, начало матча, о котором мечтали болельщики Урала. Но, видно, голов действительно будет много. На второй минуте. 1-0. Вот этот человек забил один из самых красивых голов вообще, которые я когда-либо видел. Вот, кстати, в эти же ворота. Но сегодня пока что-то как-то не особо у него получается. Маш, не хочется тебя расстраивать, конечно, но парни уже разделись опять. Ну, сегодня еще и погода способствует. А вот и второй. Азмун и Мага разыграли просто великолепную комбинацию. И бам, мяч в сетке. Вот она солидарность. Перекличка оттуда. Вон туда. Русские вперед. Не, ну они блестящие, конечно. Их команда горит 2-0. А у них все равно там вечеринка. Первый тайм закончился со счетом 2-0 в пользу «Зенита». Мы посмотрим. В футболе разные вещи происходят. Разные чудеса могут произойти. Посмотрим, что будет во втором тайме. Пока Урал проигрывает на 2. Вот как хорошо Урал начал второй тайм. Сразу атака. Не теряют надежды, пацаны. Первые 5 минут практически вообще доминируют. Ну, просто атака за атакой. Интересно, смогут они хотя бы хоть раз затащить в сетку мяч. Опачки. Вот теперь начинается интересное. Атака. Что происходит? Урал просто сейчас абсолютно доминирует над «Зенитом». Коллектив футбольного клуба «Урал» благодарит каждого из вас за поддержку нашей команды. Ну вот так только что объявили, собственно говоря, сколько сегодня людей на трибуне. 24 с половиной тысячи человек. Очень-очень-очень солидный, хороший результат для стадиона. Ну, конечно, не аншлаг, но большая часть его заполнена. Всегда бы так в премьер-лиге, а? И может быть, вам кажется, что 24 тысячи человек – это не так много. На самом деле это довольно много. И более того, это даже на пару тысяч больше человек, чем было на матче, собственно говоря, «Локомотив-Зенит», на котором я был в прошлые выходные. Так что молодцы, уральцы. Недолго длилась радость болельщиков «Урала» 3-1. Ну, конечно, Азии головой в упор. Да, Григорий Викторович, похоже, не очень доволен. Вообще, нечасто такое, конечно, встретишь, что президент клуба настолько вовлечен вообще в процесс, именно в футбольный процесс клуба. Но он всегда на бровке. Первой победы «Урал» на «ДФК «Зенит» не случилось. «Урал» проиграл 1-3 «Зенит». Выиграл, соответственно, 3-1, прочил свои позиции наверху кафлицы. Надо сказать, что сегодня, конечно, очень было приятно атмосферное стадионе. Очень хорошо вот те ребята на той вот дальней трибуне зажигали. Да и вообще, вот как бы 24 тысячи человек на матче премьер-лиги не в столице или в Петербурге. Это, конечно, всегда очень приятно видеть. Хочется отдельно сказать огромное спасибо «ФК «Урал» за гостеприимство, за вообще отличный подход. Прям вот топ, ребята. Молодцы, очень здорово работаете. Я погнал дальше. На этой неделе я еду в еще один бывший город Чемпионата мира 2018 года, где у меня будет интервью с одним из самых главных людей в мировом футболе. Подписывайтесь. Пока.